Сегодня посмотрим, как вязать вот такую очень красивую резиночку. Она называется полуанглийская резинка спицами. Она отличается от английской резинки своей упругостью, она менее тянется. Также с одной и с другой стороны она выглядит по-разному. Какая из них лицевая сторона, вы можете сами себе выбрать. Чтобы связать такую резинку, наберите на спицы нечетное количество петель плюс кромочные петли. Вяжем первый ряд. После наборного края вы вяжете так же, как и я после провязанной полотна. Снимаем кромочную петлю. Первую петлю снимаем с накидом. Для этого нить переводим перед работой. Вводим правую спицу в петлю и снимаем ее вместе с накидом. Вот наш накид и снятая петля. Затем вяжем 1 лицевая. Снова снимаем петлю с накидом. И вяжем 1 лицевая. Нить перед работой снимаем петлю, делая накид. И 1 лицевая. Повторяем раппорт. Из снятой петли с накидом и 1 лицевой петли до последних 2 петель в ряду. Вот последние 2 петли. Предпоследнюю мы снимаем с накидом. И последняя кромочная ее провязываем изнаночной петлей. Готовый первый ряд резинки. Поворачиваем работу в другую сторону. Вяжем второй ряд. Снимаем кромочную петлю. Вот первая петля у нас с накидом. Мы провязываем накид и ее петлю вместе лицевой петлей. Для этого правую спицу вводим 2 петли слева направо. И провязываем их вместе лицевой. Готово. Следующая у нас изнаночная петля. Ее мы провязываем изнаночной. Снова петля и ее накид. Слева направо провязываем 2 вместе лицевой петлей. Изнаночную петлю провязываем изнаночной. Повторяем раппорт из 2 вместе лицевой и изнаночной петли. Таким образом мы вяжем до последних 2 петель в ряду. Петлю и ее накид провязываем лицевой, кромочную провязываем изнаночной. Готовый второй ряд. Теперь для узора полуанглийской резинки спицами повторять первый-второй ряды. Использовать можно такую резиночку везде, где вы бы использовали обычную резинку 1х1 или английскую резинку. Спасибо большое! С вами была Школа вязания Наша Пряжа.